Всем привет! Сегодня я буду показывать такую нестандартную вещь, систему картинной галереи. Я думаю, что это мало кому необходимо, но может быть в этом видео вы найдете какие-то интересные вещи для себя и подчеркнете их. Смотрите, у меня есть вот 7 изображений, допустим, здесь у нас будет плоскость, на которой я буду это все размещать. Так, здесь у нас есть персонаж, в данном случае это персонаж от первого лица, можно в него зайти, да, но здесь у нас есть руки, которые мы, в принципе, можем удалить, они нам не нужны. Что здесь есть? Камера, которая будет являться у нас управляющей и с нее мы как раз таки будем взаимодействовать с картинами, осматривать их и, так скажем, в общем, что нам необходимо? Это стандартная от персонажа. Так, во-первых, мы... Вот это, в принципе, нам не нужно. Так, создаем, во-первых, мне нужна кнопочка left mouse button, ну и давайте сразу right button mouse. В общем, система будет работать на interact, то есть на интерфейсе взаимодействия. Interact interface. Как это все делается? Давайте посмотрим. Ну, картинки мы пока сейчас трогать не будем. Создадим сначала blueprint interface. Вот как раз таки на нем мы будем делать. Называем bpi pick, допустим. Здесь у нас создается функция, с помощью которой мы будем, во-первых, открывать картину, так скажем, и, допустим, закрывать картину. Если необходимо просматривать что-то, да, там... Можете еще дополнительно здесь какие-то делать функции. Так, здесь это у нас материал какой-либо картины. Просто multiply умножается на emissive, ну, для того, чтобы картина не была такой слишком темной. Теперь мы, само изображение, нам необходимо конвертировать параметр. Convert параметр. Наименование текстуры она нам не нужна, мы им практически пользоваться не будем. Так, emissive, ну, давайте не за место единицы 1 и 2 где-то напишем. Ну, чуть-чуть посветлее она такая, светящаяся будет. Нам это не особо нужно. Ну, и на specular можно подать какое-то, да, значение. Вот. Либо 0, либо там 0, 3, допустим. Ну, чтобы свет сильно не отсвечивал. Так, я здесь изменил нечаянно. Все, здесь нам не нужно. Нам главное вот здесь подать параметры на текстуру. И далее заходим, да, на этом материале, который мы только что создавали. мы должны сделать createMaterialInstance в тех количествах, сколько у нас идет картин. 1, 2, 3, 4, 5, так, и 6, 7. Далее мы просто зайдем в каждую картину, но в данном случае первую мы не будем. Так, здесь мы выставляем изображение 0, 2. Здесь выставляем изображение 0, 3. То есть для каждой картины мы делаем свой материал. надеюсь, вы хотя бы видели такие изображения, такие картины. потому что это картины наших российских художников. Так, все, давайте материалы, точнее мы можем уже это закрывать. Просто сохраним все. Теперь в интерфейсе мы уже все создали. То есть там у нас две функции open и closed. Теперь для того, чтобы всеми этими картинами управлять, нам нужен actor. Создаем actor. Так, назовем его BPPick. Пусть будет просто. Это у нас actor, который как раз таки мы будем располагать для каждой квартиры. А я, ой, квартиры, картины. То есть я просто это копирую с помощью alt. Здесь сколько у нас? Уже 6 и последняя 7. То есть здесь вот все картины будет с помощью одного actor. Для каждого нет необходимости создавать. Так, здесь мы удаляем tick и overlap, а begin play мы оставляем. Для начала нам нужен класс settings. Зайти, чтобы подключить наш интерфейс BPPick, который мы создали первым, в котором есть функция open и closed. Сохраняем, да, и теперь можем зайти в нашего персонажа. Здесь включить, но здесь особой разницы нет необходимости, потому что, ну, просто на всякий случай поставим. В данном случае там она не будет выполняться, никакие действия не будут выполняться. Теперь на констракте в нашем actor, который управляет картинами, мы будем создавать такую структуру, которая как раз таки у нас будет загружать что-то. Ну, для того, чтобы это создать, давайте создадим, во-первых, структуру. Мы будем делать все через data table, то есть через таблицы данных. Так, структура я называю str и там неважно, пусть будет пик. Ну, то есть по первым буквам мы будем понимать, что это. Так, я, наверное, слишком переутерпствовал. Во-первых, мы должны сюда загрузить эту текстуру. Текстуру мы выбираем. Это текстура 2D, с помощью которой мы будем как раз таки узнавать ее размеры. Для чего это нужно, я объясню позже. Структура 2D. Давайте здесь напишем текстуру. Второе можно назвать, я не знаю, там, name. Да, тип будет у нас text. Дальше вы можете еще назвать описание какое-нибудь, да. То есть тоже с помощью текста какой-то подать. Далее мы здесь можем еще некоторые значения создать. Ну, во-первых, это material. Здесь мы выбираем material. Будем выбирать material. Чуть ниже прокрутим. Она где-то внизу. Material instance. Также object reference. Как и везде, по сути, нажимал я. Ну и еще можно... Так как у нас изображение разного вида, да. То есть разных размеров. Здесь мы можем создать scale. В данном случае scale будет управлять размером по одной части структуры. Но чуть позже покажу, как это и почему это нужно вообще. scale у нас будет float, потому что нам нужно число с запятыми. Так. Структура, по сути, мы приготовили. Давайте сейчас создадим саму таблицу данных. Вот. Заходим сюда. Нажимаем data table. Выбираем структуру, которую мы создали. strpeg. ok. dtpeg. Заходим в нее. И вот здесь у нас как раз таки те значения, которые мы создавали. Добавляем add. Во-первых, мы выбираем наше изображение, которое было, да. Далее выбираем для него наш instance, который мы создали, сам материал. Пишем имя, допустим, Бояриня Морозова. Далее здесь какое-то описание картины, да, небольшое, коротенькое. Через пробел напишу. Вот так просто. Scale пусть у нас будет единство. А, давайте структуру, стандартное значение это на структуру запишем, на scale, точнее, единицу. Name пусть будет null, ну или без разницы, неизвестно. И описание пусть будет пусто, ну это так. Чисто, чтобы у нас всегда везде находилось что-то, описание какое-то. Когда мы нажимаем в таблицах добавление, вот у нас сразу появился name, неизвестно, пусто и scale в единицу. Так что до шестерочки и... А, ну до семерочки получается. Выбираем каждое изображение. Так, это у нас... Из-за того, что instance у нас начинается с нуля, он немножко будет смущать. Здесь... Потому что 4, а здесь 3. Вот такое бывает. Так. Ну и последнее. Вроде как. А может и не последнее. 1, 2, 3. А, я 5. Два раза выбрал. 7. Семерочка. Здесь я тоже ошибся. Так. Ну мы, в общем, все создали. Теперь снова переходим в наш actor. Давайте я его передвину на последнее значение. И в констракте мы будем прописывать некую структуру получения данных. То есть мы не по-русски пишем table row. То есть мы get data table row. Получаем из таблицы с наименованием, получается, да, определенно строки. То есть вот то, что мы создали наши строки data table. Мы как раз таки это и будем получать здесь на выходе. Так. Далее мы делаем promote variable нашей строки. И потом, получается, добавляем галочку instance editable обязательно. Чтобы мы могли, когда мы сделаем compile save, да, выйдем на уровень. Выделим нашу, получается, картину, да, и вы видите row name. Вот она. То есть у каждой картины будет свое наименование. Ну, в данном случае наименование row name вот здесь вот, который мы, допустим, не писали самолично, а вот она появилась так, когда мы создавали. Так. Делаем break для того, чтобы получить все наши строки. Ну и теперь просто на всякий случай для удобства мы делаем все это переменными. Не локальными, а глобальными, так скажем. И теперь после того, как мы это все получим, будет нам удобнее общаться в дальнейшем. Так. Продолжение. Мы будем делать, в общем, определенную структуру, которая будет управлять в данном случае всем. Так. Это у нас, во-первых, давайте чуть-чуть уменьшим, потому что слишком много места занимает. Во-первых, нам нужна текстура. Вот то, что мы создали переменную, да, текстура. Вытаскиваем getSize.x и getSize.y. То есть мы получаем разрешение высоты и ширины данного изображения. Также мы можем создать переменные. Тоже нам удобнее будет с ними общаться потом. Быстренько обзовем. Это будет x. Это у нас будет y. Все правильно. Название не перепутал. Так. А, ну вот сейчас проблема, к сожалению, появляется. Эти переменные у нас не должны быть integer. Потому что вот это выход integer. А вот эти у нас должны быть float. То есть мы конвертируем их в float. При этом надо отключить. Ну и в дальнейшем соединяем это с переходом с integer на float. Далее мы выставим давайте branch. С помощью которого мы будем проверять, какой вид изображения в данном случае стоит. Горизонтальный или же вертикальный. То есть либо вот такой, либо вот такой. Ну то есть... Сами понимаете, да? Так. Так. Если у нас вот это получается меньше будет, чем x меньше будет, чем y. Соответственно, у нас будет вертикальное изображение. Сверху мы делаем на true его. Далее мы, получается, берем наши переменные y и x. Для того, чтобы получить необходимое нам значение, чтобы все корректно расставлялось. Смотрите, если мы зайдем в viewport, у нас здесь ничего нет пока. Но мы сейчас добавим play во-первых. Оно у нас будет повернуто на 90 градусов. Ну вот как раз таки play, на котором будет накладываться изображение. Допустим, сейчас мы наложим. Вот, картинки. В данном случае у нее скилл неправильный. То есть мы сейчас под каждое изображение не будем настраивать, а с помощью кода как раз таки настроим это. То есть если мы разделим x на y, мы получим разницу в процентных, так скажем, соотношении. Ну это называется процентное соотношение стороны на другую сторону. То есть в данном случае мы сейчас вот как раз таки его получаем. Уделение. Так. Создаем переменную. Так и назовем его соотношение. Пусть будет, да. Подключаем его сюда. И здесь мы как раз таки должны вот это все скопировать. Выставить это на горизонтальную. Давайте здесь напишем. Так. Горизонтальная. 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 Но, к сожалению, на горизонтальном нам надо наоборот x делить на y. То есть сверху мы в одном соотношении делали. Сейчас нам надо в обратном. Но переменная, которую мы должны сохранить, это одна и та же. То есть она у нас будет как раз таки являться одной из основных. Теперь наш plane, который у нас является квадратом. Куб имеет три стороны, но в данном случае квадратом. Мы должны заскейлить так, чтобы она картинка была в нормальном состоянии. То есть в нормальном виде. Мы выбираем setScale World. То есть setWorldScale. И далее мы должны разделить splitStretchPain. То есть чтобы получить x, y и z отдельно. По z мы выставляем единицу, потому что она там нулевой не может быть. И из-за этого мы не увидим вообще plane в реале. Так, и так как у нас мы создавали scale, вот это да, то есть полученные из таблицы. Это будет одна из сторон. В данном случае это у нас будет вертикальным. И получается x. В горизонтальном она наоборот будет x, y. Теперь этот scale мы должны умножить на получившиеся соотношения. Так, подключить белую линию, естественно. Так, делаем копирование. Теперь здесь мы выставляем все в обратном, так скажем, порядке. scale мы на y кидаем. А это мы подсоединяем x. И здесь тоже не забыть, надо подсоединять. Умножение нам без разницы куда подключать. Так что продолжим далее. И теперь мы можем выставить, получается, позицию, да, то есть все это. Но есть еще некий нюанс. Допустим, из-за того, что разные изображения нам необходимо вот сюда. Так, на vector, да. Мы добавим камеру, с помощью которой мы будем прям вплотную смотреть на изображение. Камеру мы тоже сразу выворачиваем, как нам необходимо. Так, не здесь. Минус 90. Да, все правильно. Камеру мы выставляем вот в определенном размере, да, и сразу накидываем на plane его, во-первых. Хотя можно и на plane даже не накидывать. У камеры есть определенная длина расположенности от объекта, да. Но почему-то, кстати, она не формируется. Давайте plane выставим как основным. И у камеры получается косяк по поворотам. Так, 90. Минус 90. И здесь 90. Нет, здесь. Здесь минус 90. Вот. Выставляем ее где-то посередине примерно и выставляем в длину. Вот, как видите, да, у нас отдаленность камеры 130. Давайте в data table мы также пропишем еще один, точнее в структуру пропишем еще одно значение. Это у нас, пусть будет location camera, logcam, так, тип переменный вектор. Default. Не, ну, кстати, можно даже два прописать. Смотрите, чтобы не париться это все. Давайте вторую создадим. Logcam это у нас будет vertical. А здесь logcam к горизонту. То есть мы сразу пропишем на каждую картину заранее. Так, из-за того, что вертикальная у нас будет располагаться дальше, потому что надо больше охватывать изображение, да. Но здесь, кстати, это все настраиваться придется. Каждому настройку делать. Давайте в структуре сразу пропишем default value на z. Здесь мы стоим на сколько? 130. Пусть будет 150. А на горизонтали, а на вертикали давайте 190. А на горизонтали 150. Я думаю, самое то будет. Но пока здесь мы ничего не будем менять. Снова в констракте. Давайте возьмем нашу камеру, от которой мы будем плясать дальность. set, получается, relative location. Это для того, чтобы выставить значение отдаленности. Так, и у нас вот появились две переменных. Делаем PromoteVariable, чтобы мы дальше могли их выставить вот здесь. Если у нас будет вертикально, мы должны, получается, поставить нашу переменную вертикально. Это мы копируем. Здесь мы выставляем горизонтальную. Ну и в конце мы, в принципе, задаем материал, описание и наименование мы чуть позже выставим. Так, берем материал и выставляем его в SetMaterialPlane. И, в принципе, можно соединить даже в одно значение. Потому что здесь уже все однотипно. У Plane у нас материал идет с элемент 0. Как раз таки на любое значение. Так, BeginPlay. Теперь на BeginPlay мы выставим... Так, давайте еще сюда добавим просто описание. Это у нас виджет. У виджета будет позиция минус 1, либо... нет, единица даже. И быстренько создадим виджет. Так, UserInterface, Widget, Blueprint, UserWidget, VG, Pick. Это у нас... Из-за того, что, к сожалению, Unreal состоит так, что у нас виджеты, которые располагаются в векторах, они некорректно отображаются, они расплываются и так далее. То есть, здесь необходимо писать большее разрешение. Так, напишем здесь 2000. Это у нас... Ой, нет, не сюда. Сюда давайте по высоте напишем 2000. По ширине давайте 8000 напишем. Закинем на Input панель Canvas. Вот мы увидим вот это вот все. Естественно, быстренько кидаем Overlay на полную. Все по нулям. Так, давайте кинем сюда border. На всю ширину. Темное значение. Можно даже на Canvas кинуть border. Потому что туда мы закинем в Overlay получается VerticalBox, в котором накинем текст. И второй текст. Первый текст у нас будет... Так, VerticalBox нам надо выставить по максимальным значениям. Первое у нас будет наименование картины. Давайте 160. Я думаю, вполне достаточно. Выставил посередине. И это мы тоже можем выставить посередине. С значением 130. Или 120. А здесь 180. Так. IsVariable. Второе тоже включаем. IsVariable. Паддинг. Top100. Здесь включим. TextBlock. Это описание. Это будет name. Так. Переходим в Graph. Виджета. Да. Создаем здесь функцию. Так. Назовем функцию name. Name. Office. Без разницы вообще как назвать. Name. SetText. Копируем это. Вставляем сюда. Так. Описание. Сюда. Подсоединяем. Первое. Подсоединяем сюда. Для того, чтобы извне подать как раз таки наши, так скажем, текста. И исправим. Здесь это у нас name. Чтобы мы понимали, что вообще подается. Так. Здесь мы заходим снова. Получается в наш actor картинки. И на наш виджет мы как раз таки подаем наш виджет к вас. Да. Выбираем. Вгпик, который мы создали. И вот он у нас немножко неправильно расположенный. То есть мы должны сейчас его расположить параллельно нашей картине. Так. Это, во-первых, минус 90. Так. Нет. Так. И поворот по. Здесь минус 90. по размерам draw size мы выставляем здесь. Получается. Так. Ширина у нас 80, 20. 20. То есть мы, по сути, разделили наш вот это 8000. Да. То есть на 100 разделили и вот сюда его записали. давайте ниже опустим. Вот здесь где-нибудь под картиной можно даже выставить. так. Включаем redraw и выставляем redraw time, я не знаю, 3 секунды. Так. Давайте 8000 выставим. Так. Так. 3800 максимально? Странно. Ну, ладно. По иксу. Так. Ну, здесь какие-то ограничения в пятерке, да? Ну, окей. Сейчас мы выставим тогда 3840 на 1000. Уменьшим немножко значение по этому. Ну, вот так вот, в принципе, приемлемо. Должно быть, по крайней мере. Так. Здесь мы максимальное значение выставили. 3840 на 1000. И теперь будем просто scale-ом баловаться. Так. Ставим замок и scale-ом выставим нам необходимый размер. Так. На целых 0,3. Ну, примерно 0,2 вполне достаточно будет. 0,02. Так. На BeginPlay. Во-первых, нам нужен виджет. Вытаскиваем getWidget, то есть мы получаем виджет из данного компонента. И дальше делаем cast на наш виджет. Вгпик. Давайте сразу создадим переменную. Из этой перемены вытаскиваем нашу функцию, которую мы там создали. name-опис. И как раз таки сюда мы подаем те значения наименования и описания, которые мы в констракте создавали переменных. И теперь, смотрите, переходим к самому важному, в персонажа, да? Так. У нас все картины повернуты не так, как необходимо. Давайте сюда. Поворот. Так. Надо, чтобы они здесь были. А, кстати, я их повернуть сейчас, кстати, и не смогу. Цена. А вот plane сейчас я смогу как раз таки повернуть, когда установил сцену root частью. Rotation у нас, получается, будет по 90. Так. У камеры не изменили значение. Все отлично. Теперь на персонажа. Так. Все отлично. Только давайте еще забыл я, чтобы она отходила. plane-pool не туда, не сюда, чтобы от стенки отходила на 2 пикселя, допустим. Ну, все отлично. Камеры мы, точнее, это выставили. Теперь. У нас есть Interact, да? Который интерфейс мы не настроили еще. Давайте быстренько пробежимся по структуре, которая будет воспринимать данные картины. Так. Во-первых, нам нужна камера от персонажа. Это у нас First Person Camera. Как вы знаете, Interact выполняется с помощью Line Trace и так далее, да? Ну, в данном случае мы можем выполнить через, получается, Box Trace. Мы захватим больший объем. Если у вас маленькие компоненты какие-то, то как раз таки Box Trace, Fair Trace, вот они вам больше подойдут. Теперь Get World Location нашей камеры. Мы подаем на стартовую позицию. Далее мы складываем значение, подаем на значение End. Half Size это как раз таки размер нашего бокса. Пусть это будет 20 на 20, ну и Z на 20 тоже. Orientation мы ничего не делаем. Draft мы поставим Duration для того, чтобы посмотреть, как это вообще выглядит. У камеры Forward получается, где у нас? Forward Vector. Что-то я там его не заметил. Умножаем все это, multiply, на переменную. Конвертируем в float. Выставляем значение, я не знаю, там 800. Представим так. И подключаем сюда. Далее Hit мы делаем Break. В данном случае мы получаем Impact Point, да, точку, куда мы проимпактились. И тот наш Hit Actor, на котором мы наведены сейчас. Здесь можно, конечно, branch поставить. Если у нас проходит, да, какой-то trace и так далее, то, естественно, мы проверяем, этот ли actor или не этот. А у этого actor мы как раз таки будем проверять наш интерфейс, который мы создали. does increment interface. Выбираем наш интерфейс, bpi pick. Если у него существует такой интерфейс, то есть мы каждый объект, по сути, проверяем на то, как есть ли у него интерфейс этот. Если он у него есть, то мы будем выполнять какую-то функцию, да, то есть в данном случае мы можем вызвать у нашего объекта. Вот интерфейс, если у него он есть, мы increment interface нажимаем и у нас появляются вот такие вот custom event, но они вот с таким значком. Это интерфейсовские, так скажем, custom. Теперь, если у этого объекта, давайте виджет закроем. Если у этого объекта есть такой интерфейс, то мы выполняем, допустим, open message, то есть открытие картины. Если нет, мы ничего не делаем, естественно. То есть это у нас выполняется на left mouse button. На right mouse button мы сейчас тоже поставим некое выполнение значений. В данном случае это у нас будет закрытие, да, то есть, ну, вот это все нам, по сути, выполнять нет необходимости. Если мы его открыли, у нас hit actor, по сути, является существующим, да, то есть вот мы hit actor, который вот здесь получили, делаем проверку на существование, validate, да, то есть, если он валиден, то здесь мы за место open, делаем close message, если он существует. Все, интерфейс мы для персонажа создали. Теперь осталось небольшое действие. Это у картин создать, так скажем, обработку. Здесь одна из самых простых обработок. Нам необходим get player controller. Мы будем переключаться на камеру, которая находится в нашем векторе. То есть, камера персонажа на камеру получается картина. Сделаем это более таким, скажем, плавным способом. Set view target view blend. Blend time выставим 0.5 примерно. Я думаю, достаточно будет. Это у нас линейно. Так. Контроллер является у нас таргетом, то есть, который у нас сейчас на персонажа. Новым контроллером у нас будет являться наша камера. Ну, или в данном случае мы просто пропишем self, то есть, данный объект. Вот это мы сейчас копируем. И на close мы все то же самое выполняем, только лишь с некими изменениями. Изменения состоят в том, что у нас контроллер. Да, я зря отключил. Контроллер остается там же, но new view в таргет мы уже поддаем нашего персонажа. Это у нас get player controller. Чарик-то. Точнее, извиняюсь. Если вам кажется, что резко камера переключается, здесь это изменять надо будет. Ну и все. Давайте настроим картины. В данном случае это табличные данные. Да, вот если мы скопируем это сюда. Это у нас у второй картины. Выставим значение. Видите? Мы то есть изменяем настройку имени. И у нас автоматом сразу делается scale. Так. Что-то я лишние буковки написал и все. Здесь у нас... То есть каждая картина является разным разрешением. Так. Это что у нас? 5. А. Ну, возможно я больше сделал. Ладно. Хотя... Какой-то вроде не хватает, да? Да. Ну, буроваков на логе я где-то пропустил. 1. Да, да. Понятно. Окей. Сразу меняем. 2. И все. Все картины здесь у нас. Давайте запустим и проверим, как это работает. Все. Я от первого лица... То есть персонажа здесь не видно. Когда я нажимаю, видите, да? Улетел left mouse button. То есть и у нас появляется вот такой вот сфер кубический. Так. Line trace такой. И когда я нажимаю, у нас камера приближается ближе сюда. Мы видим саму картину и снизу описание Боярани Морозова. И типа описание там внизу. Нажимаю правой клавишей. Камера отлетает там, где был персонаж. И как повернута камера в данном случае. Можно, по сути, отключать, конечно, персонажу вращение камеры в данных случаях. Потому что сейчас я вот могу покрутить. И line trace, по сути, тоже крутится. То есть в данном случае надо отключать. Но это уже... Кстати, что вы видите на кубе Малевича? Я здесь вижу конец света. В общем, вот такой вот видосик. Может быть кому-то будет полезен. А на этом все. В общем, до скорой встречи. Всем пока. Извиняюсь, что так долго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok